так друзья привет давайте с вами сегодня разберем биточек в первую очередь что с ним происходит потому что настроение на рынке сейчас очень неоднозначные да и в целом он очень очень интересно смотрится разберем его и конечно же альткоины также расскажу как я смотрю на биткоин что буду делать или не делать и соответственно интересно ли мне альта если да то какая также у вас были до этого интересные вопросы вы просили рассмотреть меня различные токены это записано в комментариях про ним побежим пробежимся и я отвечу что вижу по технической картинке какой потенциал есть у этих токенов так давайте начнем с биткоина действительно картинка очень и очень красивая бычья тем более если посмотреть на недельку мы закрылись очень хорошо это шикарная бычья рост закрытие великолепное и действительно глобально даже уже смотрится по бычье то есть такое ощущение что мы больше корректироваться не будем и тузымун сейчас именно такая картинка и она действительно настораживает сейчас ключевой уровень у нас 48 тысяч 200 круглое число мы уже протестировали пробились закрылись и теперь вероятнее всего пойдем дальше вверх пробивать здесь понимаете больше вопрос гораздо глобальный характер имеет потому что вопрос насколько мы можем вырасти у меня на данный момент есть отметка 50 тысяч 800 50 тысяч 800 и легко можем туда дойти даже не 50 тысяч 800 давайте с вами нарисуем более сильную понятную остановку это 50 2830 можем сюда дойти но из текущих значений это у нас получается секундочку под порядка десяти процентов вопрос а стоит ли заходить там на всю котлету и так далее в биткойн чтобы поймать вот эти 10 процентов или тузымун а какой тузымун будет 70 80 90 тысяч девяносто тысяч окей это x2 даже чуть меньше получается супер но это если мы пойдем с текущих вверх то есть сломаем все картины все предыдущие циклы вообще все на планете сломаем и пойдем вверх может такой быть все что угодно может быть но в данном случае я считаю что биткойн в любом случае период здесь я не покупаю мы покупали с еще здесь в на этих значениях по 17000 я помню где-то 17 500 примерно на самом дне конечно же не получилось но здесь покупали продали мы при росте в 70 процентов вот до этого хая потом была коррекция здесь я был уже предельно максимально осторожен чтобы как раз таки а нет стоп сорян мы вот здесь продавали на 40 процентах на этой коррекции коррекции докупили и продали здесь вот на этом на этом росте вот после этого значения я ждал именно больше коррекцию или затяжной боковик прежде чем начать обычный цикл да вот соответственно вот это движение мы торговали именно intraday вот мы здесь даже сделки отмечены они есть если приблизить вот здесь были короткие сделки я чисто спекулировал потому что вот в долг удержать я уже вот на этих отметок не был готов до с начиная с 31000 потом мы ловили движение вот по моему вот здесь вот вот это движение дабы на накопление рост сейчас секундочку чтобы не обмануть вот отсюда по моему давайте я открою график секунду здесь по моему меня было да вот это на отметке 34000 мы ловили движение тоже забирали вот этот импульс но с каждым ростом я соответственно искал точку разворота да то есть точку коррекции это логично понятно тем более у нас достаточно серьезный рост произошел до у нас были остановки накопления все супер но то что сейчас происходит это действительно за гранью здесь именно по отношению битко мясо отношение такое же я сейчас локально смотрю в лонг потому что это очень быщий быщий цикл я не могу игнорировать и буду торговать именно спекулятивно то есть зашел короткий стоп поставил за дневной бар да и либо либо расчетный и забираю какое-то движение до той же отметки 50 2800 но я не собираюсь передерживать это что значит моего отношения именно к битку что меня больше всего настораживает то что настроение в рынке поменялось то есть после этого роста я заметил появились люди которые начали что-то там вспоминать припоминать ну скажем так злорадствовать да и ну типа вот там ты все шортишь шортишь а тут мы вот растем и это очень сильно меня как раз убеждает на той мысли что скорее всего большинство людей сейчас именно в таком состоянии они думают что все полетели все там предсказатели коррекции в одном месте в заднице to the moon и так далее окей я не спорю все может быть но вопрос до каких целей вы будете держать где вы будете фиксировать прибыль у вас и этой цели тоже нет скорее всего да то есть если у вас есть какая-то тактика стратегия окей вот если нет то ну значит нет есть конечно если вы купили вот здесь на этих значениях очень хороший точка входа и вы не продавали вы большой красавчик но вопрос а вы продавать планируете нет если да то когда если ответа на этот вопрос нету только скорее всего вы рано или поздно будьте четыре года сидеть опять в какой-нибудь медвежки в просадке и делаю дело такое я совершенно другой позиции занимаю я за то чтобы фиксировать прибыль то что на рынке сюда пришел для того чтобы зарабатывать а не сидеть и играть там веру в какие-то там небывалые росты и так далее так вот биткойн сейчас может из текущих пойти в коррекцию все может быть да может быть это финальное засаживание там обманка но пока действительно он смотрит вверх то есть 52 800 и такой уровень достаточно значимый а вот что может быть дальше после этого роста мы можем конечно же скорректироваться но уже незначительно если мы действительно дойдем до этих значений то коррекция может быть до до отметки 38 потом уйти в какой-то некий боковик и начать настоящую бычку вот этот сценарий вполне себе реален но до холдинг у нас время есть вот эти все движения на самом деле я игнорирую не обращу внимание чисто спекули я спекулирую intraday то есть забираю сделки короткие вот здесь мы шортили ложный пробой до короткое движение забрали где-то там еще лунговали то есть периодически это у нас периодические сделки и ну там я пока показывал более крупная сделка с большим стопом и так далее то есть мы зарабатываем то что нам дает рынок сейчас я не готов именно в долгосрок покупать не на этих отметках рынок перегрет если купили здесь супер молодцы но знаете где вы будете выходить фиксировать прибыль может быть в как раз ки в двадцать пятом году окей хорошо в принципе даже если сейчас купите биткоин и дотерпите до 25 года там продадите его где-то на хаях там может быть 100 тысяч 120 тысяч там пару или тройку иксов сделайте супер но вы должны быть готовы все равно что может быть некая просадка она может быть даже очень злая если крупный игрок решит охладить пыль пыл тех кто верит в ту зиму то мы можем сходить на минус сейчас скажу сколько вот этих значений то есть 31000 можем сходить это минус 30 процентов а сможешь ли ты пересидеть при такой просадки если сейчас купишь если да сможешь пересидеть эту просадку и потом забрать два-три икса в двадцать пятом году супер соответственно надо инвестировать и день который тебе не жалко заморозить именно на один год поэтому одна из стратегий окей но сейчас меня биткойн не интересует меня больше интересует альткоины потому что если действительно биткойн продолжит рост сейчас вот такой же динамичный сильный даже до 52 800 то альтезон скорее всего продолжится вот этот на мой взгляд менять сезон то что полноценно я считаю что еще пока рановато вот поэтому по биточку сейчас наблюдаем торгуем только локально никаких инвестиций это бессмысленно там пару иксов через год ловить это очень странная затея уже поздно вот туда я забрал порядка ну больше ста процентов в итоге он дал сколько у нас сто шестьдесят процентов не все движение забрал супер но забрал прибыль вот когда вы заберете вопрос да то есть поэтому давайте исходить из того что у нас сейчас имеется на данный момент на данный момент если и есть смысл куда-то заходить то в альткоины я считаю прежде чем переходить к альтам давайте сначала разберем ваши альты что вы предложили да потом я покажу какие я выбрал наиболее интересным я там большой список достаточно штук 20 наверно вот и как раз на этой неделе решил какие брать и на какой процент но сегодня сейчас постараюсь вас немножко в этот в это осветить по этому вопросу линк елена ждет линк давайте открою линк сейчас найду я чин линк чин линк 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 630 миллионов объем торгов очень хороший объем торгов что я думаю именно по этому токену сейчас я брать его точно не планирую потому что он уже сделал основное движение нет если вы покупали в этом хорошем накопление это действительно великолепное накопление это прям как у нас с ребятами в в наставничестве это идеальное накопление широкое долгосрочное и соответствующий импульс есть еще запасы хода есть но мы уже прошли 100 почти 200 процентов если вы здесь покупали супер держите можете там стопы переносить это будет хорошая идея да вот за эту по торговку уже уже можно да здесь уже лимитка появилась хорошая сюда стоп спрячьте потому что если развернется но прибыль отдавать не очень круто до 200 процентов то тем более то что может развернуться пойти вниз никто не знает тем более сейчас очень интересные события если будет эскалация событиями в мире по специальным военным действиям да и на ту же россию начнут со всех сторон там с польши прибалтики и так далее наступать права создаваться провокации и так далее то будет очень серьезный спор скажем так скажем так ввп стороны россии уже в таком военном состоянии то есть все финансирование идет на военную на поддержку военных действий причем запланировано на очень крупную поддержку если это реализуется то будет большая волна призыва будет этот акцент да вернее обострение вот этих событий это чревато тем что соответственно будут вливаться деньги да в экономику на эти операции америка будет от этого естественно выигрывать потому что будет продавать оружие да то есть цель капитализма в том чтобы постоянно расширяться если все остается на одном месте то капитализм умирает поэтому война это скажем так для капитализма один из инструмента расшатать систему и расшириться расшириться вот охладиться так сказать поэтому для них это выигрышная ситуация или если это произойдет под этой личины они будут финансировать военные военные вот эти вооружения то есть поставки все это усилится да за счет этого соответственно у нас получается что происходит усиление до страны ослабевают соответственно эта поставка что хотел сказать вот из головы вылетела то есть получается что а вот это будет отличный предлог то есть сначала быть стряска то есть в россии объявят что с нато начнется боевые действия то есть официально уже это встряхнет мир если пешка все инструменты полетят вниз и биток и золото вообще все вниз скорректируется это один из предлогов чтобы такое движение создать и на этом фоне тогда америка обоснованно скажет такого слушайте а мы это самое будем сейчас процентную ставку понижать чтобы поддержать вот этот мир потому что вот из-за этих событий то есть из-за этих событий мы вынуждены это делать и начнут печатать деньги количество количественное смягчение и начнется опять вот этот новый был ран рост и так далее поэтому возможно в марте в апреле может такое произойти я не думаю что будут сильно затягивать с этим и вот этот рост который сейчас продолжается я считаю что рынки перегреты и то есть ни на чем просто тупо растут ну нету никаких событий мировых о том чтобы это должно расти black rock сказал ну и что аудио людей деньг практически нет что инвестировать куда инвестировать а такая ситуация поэтому сейчас пока надо к этому аккуратно относиться допустим окей биток идет на 52 800 до марта-апреля соответственно линка тоже имеет потенциал роста у нас есть тут запас ходу до отметки 36 да то есть еще можно сделать плюс 70 80 процентов вопрос хотите вы это или нет то есть рискнуть мы не знаем пойдет он сейчас или нет может будет стряска мировая сейчас может пойдет все на коррекцию сейчас опять в боковик потом уже пойдет рост мы не знаем никто этого не знает и соответственно готов ли ты на 8 8 сейчас дайте 80 процентов иметь возможность заработать но если что-то не так получить коррекцию в размере 50 процентов по риск майн-менеджмент это вообще ну не рационально скажем так но если ты долгосрочный инвестор опять же руки но я считаю что этот инструмент уже дал сильное движение уже израсходовал свою энергию может дать еще но это уже скорее остаточное такое явление если ты здесь купил супер молодец для тебя это будет прирост просто обалденный то есть условно у тебя уже там 200 а до сюда будет 400 еще 200 процентов молодец но с текущих это ну не совсем разумно поэтому не самый лучший инструмент для того чтобы с текущих там захотите что-то делать так елена спрашивала ждет линк жду линк значит ты уже купила вот когда ребят пишите что-то уточняйте в какой позиции что-то и мне будет проще вам отвезти fx is s f x s тоже нет ну я заметил да большинство людей очень любят наблюдать за инструментами которые же выстрелили дали движения и обращают на них внимание те которые валяются на дне они не интересны потому что страшно их покупать но опять же здесь вещь движение уже почти 100 процентов а потенциал роста 130 процентов ну и тут абсолютно непонятно вас зависит от токеномики понятно да на истинном мальтизоне он может выстрелить но в данном случае уже движение сильное плюс нету истории очень тяжело снять этот актив когда нет истории жила я люблю больше брать инструмента с накоплением пока здесь глобально нисходящий тренд пока здесь я не вижу прям супер бычки пока он идет вниз да есть остановка накопления восстановления но это возможно был отскок ну и потенциал роста непонятен какая здесь капитализацию этого инструмента где он тут вообще 8 миллионов а ну понятно в общем объем торгов в сутки это 8 миллионов долларов и очень низкий объем могут швырнуть куда угодно может как и вверх так и вниз здесь зависит от токеномки не знаю токеномки нет история опереться не на что запас хода маленький поэтому пока не могу сказать мейкер дау давайте посмотрим м кей о м кей о то же самое абсолютно то же самое нет если где-то внизу здесь покупали молодцы супер это прям отлично можно можно держать я бы стоп ставил переносил конечно же 180 процентов отменно запас хода до 400 процентов принципе даже есть стекущих это сколько у нас получается это ну все равно 80 процентов с нижней точки это все великолепно смотрится с текущей точки все запасы за расходом я поэтому сейчас такие не смотрю я смотрю те которые вот сейчас вот в таком положении как вот в начале пути вот здесь то есть еще не стреляю так эфириум кстати если сравнить эфириум то мне уж больше нравится эфириум классик то что эфириум у нас действительно есть накопление запас хода 3580 то есть текущих это у нас получается плюс 38 40 процентов ну такой себе если честно самого низа это 200 про господи 200 до пика до текущих это получается 130 процентов то есть опять же прошел путь если будет ну реально не знаю если все звезды сойдутся что-то в мире прямо реально изменится я не знаю что должно произойти мы реально пойдем сейчас в бычку обновлять хаи по биткоину и по всему остальному то конечно он может пойти обновлять хаи но в этой мне слабо верится я не встречал еще таких ситуаций чтобы взял и просто с нифига попер вверх вот причем на таком рынке ну нет пока это для меня все такое очень шатко я вот лучше внизу наберу чем вот когда уже прошли путь да давай открою эфириум классик и покажу что там находится мне картинка более интересная плюс эфириум классик он раньше появился он более классический естественно ты сначала появился фильм классик потом уже появился эфириум бутерина да то есть такой форк так называемый смотри какое шикарное накопление мы сейчас по эфириум классик находимся внизу здесь история на февчах небольшая поэтому мы видим шпильку но если мы посмотрим историю на том же битфайнексе битфайнекса или полоникс ну биржи который имеет больше история спотовая торговля то там был хаи повышаются то есть цикла предыдущего хай этот обновил хай поэтому это живой инструмент он действительно имеет место быть и смотрите какое шикарное боковое накопление очень шико широкая шикарная информация еще и ближний ретест я даже вот сейчас отметил ребят пожалуйста вот она точка хода стоп за вот эту по торговку даже в формации получается и запас хода здесь у нас и мою не туда переключился здесь у нас получается что куда перескочил эфириум классик где эфириум классик вот он здесь получается что у нас если уже брать то здесь потому что мы здесь практически ничего не прошли мы стоим где-то плюс-минус на дне то есть тут 70 процентов это немного а потенциал хода и то это такой пессимистичный если попрем вверх сто восемь то есть 200 процентов есть потенциал у него еще есть потенциал вот он интересен да сразу скажу я немножко приоткрыл карты вот этот инструмент он более исторический фундаментальный proof of work то есть этот децентрализованный актив и имеет потенциал гораздо круче еще не стрелял то есть пессимистичный вариант можем дать и дать один к четырем то есть 80 процентов роста до этого уровня до этого соответственно у нас 1 9 180 процентов все это если мы сейчас действительно будет менять сезон он продолжится и он стрельнет также как предыдущие альты кстати прежде чем вот на эти альты перейти смотрите обратите внимание очень важно биточек за весь свой период сделал коррекцию на 75 процентов после хая 75 процентов и восстановился на пятьдесят процентов это очень мощно в то время как альта даже близко к этому не приблизилась если мы подразумеваем что биток сейчас сейчас полетит альта будет догонять то альта скорее всего она именно догонит на это расстояние минимум то есть если взять там условно альту что она скорректировалась на 90 процентов вот 91 процент супер еще кстати не так сильно как другая обычно 95 97 так то мы можем дойти получается если 50 процентов возьму до сюда ну как раз таки отметка пессимистичная 77 28 если вот брать как биточек движение да такой же вот вам пожалуйста потенциал просто замечательный это в плане эфириум либо эфириум классик я выбираю эфириум классик солана вот опять ребята ребята и девчата вы выбирайте активы очень очень перегретые они уже все ребята отыграли не выстрелили все зачем брать вот этот инструмент который уже дал 600 процентов 600 процентов ради чего с текущих если покупать вы заработаете ну блин я не знаю что должно произойти чтобы должна быть реально настоящая бычка аль сезон настоящий тогда мы можем там идти обновлять хаи но это плюс 140 на самом деле он уже все и всяк он может дать и сейчас максимум еще плюс 30 процентов дать вот до этого до этой смены тренда то есть до этого до этого уровня сильного у него энергии дальше если только реально аль сезон какой то будет супер крутой зачем вот это все отыграла себя солана пока отыграла вот нет смысла шикарное тоже видите накопление очень красиво поэтому ищем сейчас вот такие инструменты ребят трон 3x нет он постоянно растет хотя у него риквидность низко 36 миллионов в сутки всего лишь он растет видишь у него достаточно бычий почему такая действительно интересная аккумуляционная модель и на споте посмотрим что там на стрессом на историю пошире раскроем валюта 3x и везде ты давать давай на финансы на спорте что там у нас так был хай но нет история маленькая давай поищем на другой бирже где есть больше историю вот допустим полоник тоже нет сейчас фэмикс так петки на спеть питмикс трон же у нас дольше существует какая-то него маленькая история битрикс какой-то пист вообще непонятно так не могу пока найти если вы знаете где есть шире история скажите пожалуйста битмикс давно существует тоже бирже жизнь как нет она слишком манипулятивный битмикс свое время конечно начудила наделала дров давайте usd не usd а usd попробуем на кракене тоже хорошая история должна быть да здесь есть история ну да тенденция понижающаяся то есть был хай в семнадцатом году мы его не обновили поэтому ну такой себе тем более мы приближаемся уже к хаю но нет нет он тоже перегрет уже прошел достаточно большой путь я в нем не вижу такого потенциала это чисто утилизе токен токен насколько я знаю поэтому вот нет ничего не скажу он растет до растет прет хорошо смотрится кстати есть продолжение вопрос куда вы досюда до предыдущего хая окей а почему он должен вышить и я не знаю причины 40 процентов не но это потенциал маленький кирв сервии уже убивает там же вы взломали там российский этот основатель по моему так себе история история да его убивают он же я смотрел на споте обратите внимание там он хаи понижается давайте еще раз посмотрим сервии на споте давайте на бинансе может быть есть ну да ведь бамп дамп не нет чистый скамп не видно его утапливают здесь даже нету надежды на то что то бокового накопления даже особо нету все давит 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 должен быть боковик хороший сейчас продолжится копить в боковике от границы границы тогда можно говорить о том что есть потенциал а пока он обновил свои лаи или обновляет тут уже около рядышком находится смотрит очень скверно просто я знаю там какой-то скандал был взломали мы там мутно мутные истории я в такие игры не играю ребят сорян асипи асипи это интернет-компьютер ну смотри-ка тут уже интересно нет это асипи не 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 ребята это убивают я не знаю они сорян не туда посмотрел да уже все выстрелил а вон она как я понял что ты имеешь виду типа мол пойдет исторических ай обновлять но он же сдал 300 процентов куда он пойдет куда-то сюда график у него скверный ну если снизу купил молодец но стоп и двигай хотя бы но не надо ждать тузыму ну пожалуйста так 70 процентов потенциала роста но график у него хорошие в том плане что есть накопление вот он накоплением вышли из этого накопления потенциала роста но здесь вот непонятно график прям совсем бешеный здесь есть и 500 процентов вот он ну вот это я не знаю что такое было какой-то памп может быть дикий не знаю честно сказать но он уже дал импульс рост я бы может быть на коррекции где-то присмотрел но не сейчас он ожидал достаточно серьезное движение дальше ripple ripple мне не нравится как выглядит противоречивый актив на самом деле сейчас секундочку ну неплохо неплохо то есть у него есть памп то есть боковое накопление он до сих пор в боковом накоплении то есть в плане технической картинки выглядит неплохо идет накопление вопрос когда выстрелит но ripple насколько я знаю вот изучал свое время там по моему они больше говорят чем делают и там супер какие-то коллаборации с банками на самом деле по все пустословие насколько это будет стрелять или не будет я не знаю честно скажу технически смотрится симпатично но его бы вот например я без топа брать не стал бы там более фундаментальный актив я стал бы рассматривать его но такие нет стрёмно выглядит на самом деле ну технически неплохо но вот не знаю нет мне доверия к этому проекту чисто такого это мое субъективное мнение вот он может не совпадать поэтому здесь можно заходить пробовать ставить стоп за проторговку и ловить движение то что сейчас будет альта компенсирует движение битка то он тоже полетит тем более есть накопление поэтому стоп вот сюда прятать за этот бар и можно технически неплохо смотрит арбитрум он тоже вырос же ребята чего мне показывает то что уже выросла то что выросла выросла как правило поздно да ну да 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 все он пошел обновлять ну допустим х да у нас уже значение плюс 140 процентов 200 не не история нету перспективы крутые но на настоящем сезоне это может быть сейчас я не верю в настоящий сезон ну не верю вот он перегрет сейчас бы брать его и не стал доги о вот это уже интересно вот доги мне нравится молодцы тут я бы доги очень хороший актив в том плане что мы в боковом накоплении видите очень шикарный с 2022 года с мая почти два года уже копим это шикарно вот это вот взять прям за милую душу я думаю илон маск еще будет его шпилить рекламировать по моему сейчас будут уже по-настоящему интегрировать в twitter но сейчас x называется да вот этот соцсеть вот действительно здесь есть потенциал потому что боковик прям четенький красивенький а здесь мы пробовали брать у нас не получилось выбили вот этот свечкой баром вот но в долгосрок можно брать вот это классно он может прям компенсировать здесь он еще не стрелял а движение может брать дать легко это минимум сто процентов этой x2 точно либо как остальные токены это триста процентов пожалуйста это прям шикарно молодцы отлично вот доги прям красивая кара красивый примет пепе пепе нет пепе плохо то есть здесь прям не боковик его убивают то есть хаи понижаются хай понижается попытка выйти накопление выйти и сразу поглотили продают нет слабо я в него это по-моему конь какой-то сделал на хайп хайповой сети беб-20 по-моему что льда это жесть нет нет ну история маленькая здесь система пам-дамп чисто памп-дамп все сейчас идет распределение я не знаю техническая картинка плохая и мне не нравится мы давайте пройдемся по тем что мне понравились только мы их достаточно много давайте выберем парочку топовых остальное я как-нибудь потом расскажу атом как ни странно а там у нас очень фильм classic то что я выбирал эфиром классик шикарно выглядит прям отлично великолепно еще не стрелял второе это доги коин это то что вы как раз таки предложили и это круто у нас появилось некое такое совпадение это радует вот у нас доги коин да у меня вот он на избранном листе и давайте еще один какой там давайте например атом тоже фундаментально сильные активом они хотя бы все что запланировали они все делают и тут есть действительно накопление тоже боковой у нас она происходит и потенциал роста у нас во-первых он особо не стрелял тут тут всего 40 процентов если взять от текущих то потенциал роста минимум это 60 процентов до этого уровня но если мы говорим про компенсацию от этого движения всего то 170 процентов у нас есть сто семь сто восемьдесят такой знаешь консервативный токен который можно взять и на нем попробовать спекулировать и заработать вот ребят в целом мое мнение давайте еще раз посмотрю что-то может быть писали свою еще точно свою прошу прощения чуть не упустил свой да это донателло до наш постоянный зритель чуть не упустил свою ну то же самое перекрыто все перекуплено или как ну здесь покупать смысл тут мы уже сделали все движение куда вы ждете эту цену триста двадцать четыре четыреста восемьдесят миллионов в сутки объем торгов а если коин гека мы зайдем допустим в объем суи то увидим что капитализация занимает сорок шестое место в рейтинге и капитализация market cap 2 миллиарда достаточно серьезная капитализация ну да может вырасти в два в три раза действительно но это при истинные даже больше пристельном альцезоне вот а что еще у нас тут так это есть тут еще комментарии до сорока восемьдесят один без закрепления и вниз сорок девять ох волотин у тебя и токенов давай мы уже в как-то в следующий раз что-то я уже просмотрел это че взяли молодцы что я ли кто говорил что смотрится шартова еще я скажу не смотрится шартова не говорят что смотрится шартова я сказал что рынок перегрет и ему нужна коллекция я жду эту коррекцию Я не говорю, что он смотрится шартово. Шартово он смотрелся вот здесь, вот здесь он шартово смотрелся, здесь он шартово не смотрится, здесь идет распределение, и оно может быть еще продолжается, может быть это до засаживания. Мы этого не знаем, мы это узнаем уже потом, постфактум, пока смотрится сильно. Вот здесь смотрелось слабо, вот здесь опять сильно смотрелось, вот тут вот. То есть вот так слабо вот так вот вот так вот опять сильно всего лишь пару баров и картина меняется поэтому я же не каждый не говорю слабо сильно иначе с ума сойдете то что пойдет вниз нет мы еще этого не знаем может быть пойдет да альберт чему не подался скинуть здесь биток от их покупал поскольку вопрос смотря по сколько то покупалось покупал где-то внизу вот здесь супер а где то продавать планируешь вот в чем вопрос если ты здесь покупал ну держи до 25 году тогда уже продавать там наханя где-то зачем его продавать это купал где-то не знаю вот здесь и не знаю допустим ну ты сейчас в плюсе допустим 10 процентов ну еще 10 процентов ты заработаешь на этом росте ну и что дальше дальше коррекция. Зависит только от твоей стратегии. Кстати, да, я еще обещал сказать по распределению. Сейчас моя политика следующая. О, у меня даже сохранилось. Допустим, у вас есть 10 тысяч долларов. Из этих 10 тысяч долларов, у меня, допустим, возьмем такой для удобства по счету, из 10 тысяч долларов я сейчас готов выделить 10 процентов. Ну, условно, тысячу долларов. Тут имеется ввиду условный капитал, да? У каждого он свой. Соответственно, из этих 10 процентов я 5 процентов и сейчас буду покупать вот эту альту, которую я показал, которая на дне болтается и которая может рвануть вверх, на которой я могу заработать. То есть, если у вас 10 тысяч капитал, то разумно выделить 10 процентов. Всего 1000 долларов. 5 процентов сейчас. Купить 2-4 актива, получается, да? А, нет. Можно 10 активов по 50 долларов купить, как раз таки, да? Выбрать там любимые токены. Вот. И ждать 2-4 икса. Вот это 2-4 икса. Можно там заработать на этом, зафиксировать и так далее, если будет рост. Но при этом, ребят, нужно учитывать, если у вас всего 100 долларов, ну, конечно, тут уже нет смысла распределять. Просто 100 долларов запихивайте all-in, да? Если у вас там миллион долларов, ну, вам в любом случае придется распределять вот таким образом. Иначе, ну, вот на всю котлету в альту вы заходите. Это совсем последнее дело, скажем так. Что я хотел сказать еще. Да, в общем, можно покупать... Я сейчас буду, вернее, покупать альту. Биток мне сейчас не интересен, потому что он уже иссяк. Если будет какая-то коррекция, вот там я буду уже смотреть остаток капитала, там 90 процентов уже могу в биток поместить, да? Буду смотреть по ситуации. Дальше, вот 5 процентов я, допустим, от капитала сейчас буду заходить. И еще 5 процентов я буду заходить либо при коррекции, если будет коррекция. Вот. Либо при подтверждении того, что мы действительно идем вверх. То есть мы должны дальше продолжить рост по альте. Там я могу догнать цену, докупить при подтверждении. Но, скорее всего, я все-таки жду больше некую коррекцию. Чтобы не было больно обидно, лучше докупить пониже. Там я могу даже немножко увеличить, допустим, свой портфель альткоинов. Вот такой у меня сейчас план. Я 5 процентов именно формирую из альткоинов, которые я показал. Биткоин не трогаю. На коррекциях я буду уже смотреть биткоин на большую часть. Альты буду докупать. При подтверждении роста, если все полетит и так далее, я могу просто альты еще докуплю и на ней прокачусь. Но от all in заходить пока я не буду. Вот такая моя позиция, ребят. Пишите в комментах. Если что, вот я не знаю, злорадство ли тут у людей или не злорадство, я не знаю. Вот. Не собираюсь считывать эмоции, потому что переписка дел неблагодарное. Но тем не менее. Вот. Если у большинства сейчас именно FOMO, все начинают покупать. Для меня это триггер того, что нужно быть аккуратным. Вот так, ребят. Надеюсь полезно. Напишите в комментах, как вам информация. Если есть что добавить, тоже напишите. С удовольствием подискутирую. Все. Всем пока. Торгуйте просто и безопасно. Лучше вот на таком рынке сейчас лучше аккуратно делать, действовать. Вот. Бочка еще впереди, ребят. У нас целый год впереди. У нас только начало года. Поэтому аккуратнее. Хотя давайте, знаете что? Этот биткоин посмотрим. Биткоин, биткоин еще вот. Да. То есть, если посмотрим предыдущие циклы. Вот он цикл у нас, да, был рост. Мы, то есть, можем сейчас находиться вот здесь. Вот это халвинг. Мы можем сейчас вот здесь находиться. У нас в прошлом цикле тоже вот это был хай. Давайте посмотрим по коррекции. Можно даже Fibonacci натянуть, кому надо. То есть, у нас была 82 процентов коррекция. А здесь мы компенсировали 50 процентов. То есть, то, что сейчас и происходит. Вот ровно 50 повторяется. После этого была коррекция и продолжение бычки. То есть, я больше жду вот некую коррекцию, где смогу докупить. То же самое и в марте 22-го. То есть, здесь у нас то же самое произошло. То есть, то есть, только чуть раньше. То есть, там после халвинга, здесь перед халвингом. Сейчас может тоже после халвинга что-то произойти. То есть, мы можем реально до халвинга вот дорасти куда-то досюда, спуститься. И вот тут я буду покупать. Но не сейчас, ребята, на коррекции. Хотя вроде бы она тут была. Может быть, вот это она была, да, как будто, в принципе. Почему бы и нет. Но он слишком борзый идет прям очень. Ну, он не обязан повторять, как говорят, да, действия. Поэтому у нас, вот видите, будет время. Еще будет остановка. Боковик. То есть, пишите, что вот, я сейчас упущу поезд. Не упустите, ребят, поверьте мне. Поэтому на рынке выиграет тот, кто умеет ждать. У кого есть торговая система, кто знает, где выходить, самое главное. Поэтому на связи. Вот. И пишите в комментариях. Продолжение следует.